Вот скажи, какой совет ты можешь дать начинающим игрокам в покер? Я часто встречаю этот вопрос, и я думаю, что один из важнейших советов, который должен быть, это нахождение единомышленников. То есть, начинающим игрокам сейчас достаточно сложно в покере, потому что нужно догонять огромное количество людей, но в любом случае работа в группе всегда будет намного эффективнее. И одна из вещей, которую я достаточно поздно осознал, но она относится и для, она бы подходила и для меня, и для кого угодно в работе над игрой, что даже если ты номер один в мире, и это я не говорю не про себя, а про кого-то, например, кто был номер один, например, в онлайн кэше, какой-нибудь OTB Red Baron, например. Смысл в том, что знания в покере формируются не так, что вот у кого-то у номера один есть 95%, у номера два 92%, 91%, и то есть, получается, первое место это не означает, что он имеет 95% и просто там плюс несколько процентов к второму и так далее. На самом деле это просто 70% какого-то общего знания, которое у них есть, и дальше первый игрок опережает второго или третьего или четвертого, потому что просто у него сильных сторон больше, чем сильных сторон у другого человека. То есть на самом деле всегда можно, то есть всегда будет что-то, чему первый игрок может научиться у второго, третьего и даже пятого. То есть, конечно, он, скорее всего, не научится ничего начинающего, но как минимум, когда вот пример людей близкий, соответственно, можно найти, чему научиться, и поэтому, как бы получая мнение других людей, ты точно можешь получить что-то другое, что-то новое и развиваться быстрее. Причем так работает, я думаю, что не только в покере, да, то есть это вообще интересная отстраненная мысль от того, с чего мы начинали, но все равно озвучу. То есть у людей часто бывает так, что они ставят маркер на то, что кто-то другой лучше или хуже их самих, основываясь просто на примере какой-то сферы, то есть на примере какого-то одного вопроса, хотя на самом деле, как правило, работает не так. То есть часто есть прослойка людей, которые просто, например, находятся на схожем уровне, но просто у одного есть одни сильные стороны, у другого другие, и, соответственно, если ты вдруг заметил, что ты умнее человека, там, эрудирование в какой-то одной теме, это не повод как бы автоматически ставить галочку «я лучше», а на самом деле, типа, нужно всегда помнить, что будет куча других моментов, в которых они могут быть лучше. Ну и еще один момент по поводу работы в группе, тоже, как мне кажется, важный. То есть в группе очень важно максимально открыто делиться контентом или идеями, знаниями, которые ты получаешь, потому что это, как правило, приведет, во-первых, к такой же реакции, то есть это замечательно. Ну и вообще, в плане шерить какие-то вещи, здесь как бы есть, смотри, может быть, пример, где ответ не настолько, не будет работать идеально с эгоистической точки зрения. Например, то есть есть разные темы, в которых, давай по-другому скажу, есть разные игры, где либо играется zero-sum game, либо non-zero-sum game. Разница в том, что, например, возьмем просто денежную бумажку, то есть, словно говоря, если ты достанешь из кармана 100 рублей и передашь 100 рублей твоему товарищу, то в этот момент у тебя станет на 100 рублей меньше, у него на 100 рублей больше, то есть как бы сумма не изменится, то есть сумма останется как бы в нуле, да. А есть, например, ситуации, в которых можно очень легко как раз create просто дополнительное, как бы дополнительное value, да. То есть есть куча ситуаций, в которых ты можешь зашерить в какой-то контент, не потерять ничего сам, при этом добавить человеку. Соответственно, понятно, что идеальный совет, как бы звучит, это как бы помогать во всех ситуациях, но, как бы учитывая, что в каких-то ситуациях, когда тебе нужно отдать ровно столько, сколько получит человек, возможно, как бы из эгоистических предпочтений, как бы человеку это сложно сделать, то как минимум в других ситуациях, в которых ты как бы можешь давать, как-то помогать человеку, но при этом не терять или терять мало сам, это как бы от таких ситуаций отказываться глупо. Продолжение следует...